и же справлять небольшие поломки с переездами да с нашими переездами столик сломался вот и решила исправлять не сказки 3 медведя тарелки еще приклеим рома рома девочка машинка девочка машинка да пошла в лес по грибы по ягоды девочка машинка девочка машинка пошла в лес детья так запачкал открывать это как фильме цирк и где я так запачкал учет у меня такой грязный девочка машинка пошла в лес по грибы девочка машинка лесом полем лесом полем и набрела на избушку до лесу ой какая избушка дорого вот тут такие деревья красивые даром и у ромы красивый 3d театр лесом полем лесом полем машинка набрела на избушку видел сначала зашла там стоит стол и три стула машинка забралась сначала на самый большой с ты был горел да забралась самый большой стул и так не удобно на нем сидеть мосоковато забралась она на средний стул забралась она на третий и México и тоже не удобно попробовала на кашу из большой тарелки, средней тарелки. А потом села на маленький стульчик Мишуткин. Там такая маленькая тарелка с кашей стояла. Она ела, 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 ела. И всю кашу-то из тарелки и съела. Да, Ромочка? А я с этой стороны избушку не сняла? А потом пошла она дальше. Во вторую горницу. А там стоят три кровати. Сначала Машенька легла на самую большую кровать. Да? Потапа Михайловича легла на самую большую кровать. Полежала-полежала неудобно. Легла на кровать поменьше Настасьи Филипповны. Полежала-полежала и опять ей неудобно. И тогда легла на маленькую Мишуткину кроватку. И так ей удобно-удобно, что и уснула она тут. Тут из леса вернулись три медведя. Да? Папа-медведь Михайлов Иванович, мама Настасья Филипповна и Мишутка маленький. Вернулись они в свою комнату Михайлов Иванович говорит, кто сидел за моим стулом и пробовал кашу из моей тарелки? Настасья Филипповна говорит, кто сидел за моим стулом и пробовал кашу из моей тарелки? А Мишутка посмотрел на свой стульчик и сказал, а кто съел всю мою кашу и сломал мой стульчик? Пошли они во вторую комнату. Мишутка говорит, сначала Михаил Иванович говорит, кто лежал на моей кровати? Смял ее. Потом Настасья Филипповна говорит, кто лежал на моей кровати? Смял ее. Вот тут у нас даже дверь открывается, да? Вот тут у нас даже дверь вот так открывается. Вот Михаил, посмотрел на свою кроватку. Мишутка посмотрел на свою кроватку. Увидел, что там Машенька спит и как закричит. А кто спит на моей кроватке? А Машенька в окно. Лови ее, лови ее. А Машенька в окно и в лес убежала, да? Так они ее и видели. Вот такой замечательный театр. Два детой, суромы, да? С 2013 года мы с трех лет в него играем, Роме на три годика, да? Его подарили. Мы с трех лет в него играем. Еще у нас с Ромой есть магнитные театры. Два детой. Разные сказки. Мы тоже в него играем. Мы тоже в него играем, да? Да, ну у нас... Вот, Рома, Рома любит кукольный театр. Покажи, Рома, он улыбается. Рома любит кукольный театр. Рома, сказка-теремок. Ой, какая у Ромы красивая сказка. Театр на магнитах-теремок. Тут... Поймала? Да. А это в видео? Да, я поймала. Рома сейчас будет слушать сказку «Три медведя». Жила была девочка, Машенька. Пошла она в лес по грибы, по ягоды собирать. Идет песенки поет. И вдруг набрела на избушку. А в этой избушке жили три медведя. Михаила Иванович, Настасья Петровна, и маленький медвежонок по имени Мишутка. Медведей дома не было. Машенька дверь подернула, а дверь и открылась. Зашла она в домик, а там стол накрыт, каша стоит. Рома тоже кашу любит? Машенька села за самый большой стул Михаила Ивановича. Взяла ложку самую большую и покушала кашу. Попробовала из большой тарелки. Неудобно. Пересела она на стульчик поменьше. Настасья Петровна взяла среднюю ложку. Поела кашу из средней тарелки. Невкусно. И села она за маленький, самый маленький стульчик, на котором синенькая подушечка лежала. И синенькая чашечка стояла. Мишутки, медвежонка. Взяла она маленькую Мишуткину ложечку и всю кашу съела из маленькой тарелочки. И самая вкусная каша Мишуткина ей показалась. Да? Машенька пошла дальше и зашла во вторую комнату. А там стоят три кровати. Легла Маша на самую большую кровать Михаила Ивановича. Ой, неудобно, высоковато. Легла она на кровать Настасье Петровне. Тоже неудобно, высоковато. И тогда легла на самую маленькую кроватку Мишуткину. И так ей хорошо показалось. И уснула она. Тут домой вернулись медведи. Зашел Михаил Иванович. Подошел к своему стулу и говорит, «Кто сидел на моем стуле?» И грозным голосом «Кто ел из моей тарелки кашу?» Подошла Настасья Петровна к своему стулу и говорит, «Кто сидел на моем стуле?» И сдвинул его с места и ел моей ложкой. А тут и Мишутка подбежал, забрался на свой стульчик с синенькой подушечкой и говорит, «Кто сидел на моем стуле?» И съел всю мою кашу и стульчик сломал. Пошли они дальше. Заходят в комнату. А Михаил Иванович грозным голосом говорит, «Кто спал на моей кровати?» И смял ее. А тут Настасья Петровна говорит, «Кто лежал на моей подушке?» И смял ее. А тут Мишутка берет табуреточку, завазит на свою кроватку и видит Машеньку и говорит, «Вот она, держи ее! Вот она!» А Машенька проснулась, увидела медведя и убежала в лес и была таковой. А медведи ее не догнали. А Рома сказку слушал. Рома молодец! Про Машеньку и трех медведей. Льва Николаевича Толстого, да? Рома слушал сказку. Рома молодец! Рома молодец, молодец! Рома молодец, Рома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова